Врет она. Вот так слушается, все ахнули, что Айдар ее тронул. Он даже мужчинами никогда не тронется. Кошку кормит сама, кормит, детям дают, детям дают. Драться с кем-нибудь никогда. Мать защищала сына, утверждая, что сотрудница службы переписи все выдумала. Говорит, что его забрали в полицию для дачи объяснений, после чего отпустили. На момент нашего визита обвиняемый находился на работе, поэтому лично с ним пообщаться не удалось. При этом женщина утверждала, что сын ее достаточно своеобразен, поэтому общаться с журналистами точно бы не стал. Парень своей нравы. Себе умеешь мы касать. Ну вот он такой, понимаете, он не будет другим. Соседи рассказывают, что мужчина странный. В чем конкретно проявляется его странность, объяснить не могут. Однако говорить о нем на камеру мало кто рискнул. Просто он пакостный человек, он может пакостный докворить. Люди утверждают, что боятся своего соседа. Мол, что он может сотворить в очередной раз, предугадать никто не может. Поэтому лезть во всю эту историю не хотят. Но его странное поведение еще полбеды. Местные жители рассказывают, что три гаража здесь принадлежат их своеобразному соседу, который содержит в них своих собак. Всего на его попечении 38 питомцев. Как говорят местные жители, каждую ночь они лают и нарушают их сон. Мать Дибашира утверждает, что переписчица незадолго до происшествия вломилась в их квартиру достаточно без пардона. За что ее тут же выставили за дверь. А вот что произошло именно в день нападения, женщина не помнит. Зато сама пострадавшая рассказала обо всем очень подробно. Он держал и меня пинул ногами. Я как-то еще не упала, держась за перила. И он в это время меня опять толкнул. И я вылетела, уже прямо скатилась со второго этажа. И начала орать. Я говорю, помогите, убивают. Я говорю, вы что делаете-то? Женщина попросила не показывать ее лица. С ее слов мужчина трижды пнул ее, спустил по лестнице, а затем выволок из подъезда за ноги. Теперь она лежит дома с переломом позвоночника. А ведь всего-то хотела подработать. Пострадавшая в этом году овдовела. Осталась одна с двумя детьми. Семья после травмы матери вынуждена существовать только на больничной выплаты. При том, что женщине требуется дорогостоящая реабилитация. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 56-летний житель одной из квартир дома. В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести полученных телесных повреждений. По ее результатам будет дана правовая оценка действий мужчины и принято процессуальное решение. Что удивительно, после такого зверского нападения Анди Башир остался на свободе. Полиция задерживать его не стала. Эта ситуация вызвала большой резонанс среди наших зрителей. А этот урод, который напал на переписчика, почему гуляет? Значит, придешь на митинг, арест, а человек инвалидом сделал, гуляет, цирк. Мужчине, из-за которого женщина-переписчик получила перелом позвоночника, самому надо сломать позвоночник. Как выяснилось, агрессия в адрес сотрудников службы переписи не редкость. Казанские переписчики даже составили свой черный список квартир, куда стучаться точно не стоит. Наверняка дом на улице Кутузова также попадет теперь в черный список, чтобы больше никто не нарвался на агрессивного жителя. Правда, пострадавшей женщине это уже не поможет. Сейчас она надеется на помощь неравнодушных, ведь больше ждать чуда ей неоткуда.